5 литров каши с добренной перепелиными яйцами и лоток яблок, в котором он немедленно начинает рыться, выискивая любимые, белый налив. Почти беззубый зверь, которого использовали для притравки собак. Спустя полгода после того, как его забрали на реабилитацию, отрастил густой зимний мех и, похоже, новые клыки. Не могу на этот вопрос вам с точностью на 100% ответить, но я думаю, что они просто выросли заново. Потому что у него были в ужасном состоянии зубы, а сейчас они появились. Медведь, который не боится человека, более того, у которого есть претензии к человеку, чрезвычайно опасен. И было решено, зверь останется в реабилитационном центре навсегда. Раньше медведь Потапыч был угрюм, нелюдим. А все почему? Да потому что собственного жилья у него не было. Теперь у Потапыча отличная вольера, 6 на 6 метров. И больше всего на свете он любит играть с людьми. И этот неплюшевый мишка весом под 200 килограммов, похоже, жизнью доволен вполне. Ест, пьет, крутит колеса, словно хула-хуп. И непонятно, соберется ли в спячку. Мы попытаемся его все-таки уложить спатоньки. Выпадет первый снег, значит, мы перестанем его кормить. До этого, конечно, сделаны заготовки мха, земли ему обязательно, и еловые лапы, чтобы он сделал соответствующую пробку и, то бишь, сосал всю зиму лапу. Биологи спешат отправить медведя на зимовку, потому что в реабилитационном центре очередное пополнение. Привезли на карантин альпак. Высокогорные представители семейства верблюдовых боятся росы, но предстоящим холодам будут только рады. Их шерсть в 6 раз теплее овечьей. Юлия Васильева, Дмитрий Долгов и Марк Улухинских. Вести Петербург. Из Ленинградской области. Продолжение следует...